Трактор, да, где трактор? Где трактор едет? Прогулка для воспитанников детского сада Вахунок в понедельник выдалась увлекательной. Дети с интересом наблюдали за работой коммунальной техники, которая приехала в микрорайон для борьбы с последствиями непогоды. Снег с улиц убирает в несколько этапов в круглосуточном режиме. Грейдер расширяет проезжую часть, а после комбинированной дорожной машины обрабатывает улицы противогололедными средствами. На последний работает Роман Зимин. С этого года пересел на современную технику. КДМ-ка лучше. Тут можно. Ну, она уже в совершенствовании, уже все на ходу включается. И выключается, и включается все на ходу. Не надо останавливаться, переключать. А здесь все включается на ходу. Погодные качели вносят коррективы. Сейчас основные силы коммунальщиков направлены на уборку образовавшейся колеи на проезжей части. И устранение наледи. Выгоняем и большие грейдера. Значит, отдираем с проезжих частей. Сложность есть в том, что на данный момент очень много перепадов температур. Как мы уже заметили, то есть две недели тому назад была плюсовая температура. Устраняли водные переправы. После чего резко температура ушла в минус. Образовалась большая колейность. В первую очередь работы ведутся на мостах, путепроводах, а также на основных магистралях. Но и частный сектор без внимания не остается. Здесь на помощь приходят подрядные организации. Однако, как отмечают коммунальщики, порой провести качественную уборку не удается из-за припаркованных машин. Делали объявление, чтобы, да, заблаговременно все, сами же кто просит, убрали автомобили с парковок, со стоянок школьных. Вот тут две парковки, одна вниз по Вильямсе. Там все убрали, да, вот даже сотрудники поставили вовнутрь. А вот здесь вот по Ягодной тоже школьная парковка, она тоже не менее важная. Но на ней вот было три автомобиля. Ежедневно на очистку улиц областного центра выезжает свыше 100 единиц техники. В случае снегопада количество машин увеличивается в разы.